Молодежный форум Иволга впервые пройдет в новом формате. Не на Мострюковских озерах, как это было всегда, а в онлайн режиме на сайте проекта. Там состоятся виртуальные семинары, встречи с почетными гостями, концерты и обучение. Кардинально меняется подход к образовательной программе. В этом году у нас планируется 4 смены образовательных. Помимо этого, еще для участников, резидентов, как мы их называем, будут запланированы soft skills направления. То есть это специальные курсы, которые ребята смогут выбрать в зависимости от своих предпочтений. То есть до этого такого в форме оффлайн не было. Среди направлений наша победа, посвященная 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Территория для жизни, смена об экологии, градостроительстве и архитектуре. Мой бизнес поможет молодежи приобрести навыки предпринимателя. А направление наук и цифровые технологии даст участникам новые знания в области дополненной виртуальной реальности, искусственного интеллекта и робототехники. Резидентом форума может стать любой желающий от 16 до 35 лет. Великой Отечественной войны – это тоже такой модный, современный, трендовый форум. И я уверена, что очень много будет желающих принять в нем участие. И я уверена, что еще больше проектов будут поданы для участия в конкурсе. Потому что мы сразу снимаем барьер. Первая и самая страшная встреча с экспертами, когда мне сейчас зададут какие-то каверзные вопросы, будет очень сложно. Здесь я уверен, я могу написать свою заявку. Подать заявку можно до 20 июля через личный кабинет в автоматизированной информационной системе «Молодежь России». Затем загрузить свой проект и пройти отбор. После этого предоставляется доступ ко всем активностям форума и право на участие в окружном конкурсе проектов. Грантовый фонд в этом году составит более 10 миллионов рублей. Форум пройдет с 24 по 28 августа. Глава региона ранее дал поручение обеспечить максимальную техническую поддержку мероприятия, чтобы качество связи было на высшем уровне. Мэри Илчан Константин Головин. События. Мэри Илчан Константин Головин.